Один из крупнейших мясокомбинатов на юге России Дамате готовится к импортозамещению. Сейчас здесь полным ходом идёт масштабная реконструкция здания, которой, к слову, не было со дня его основания. По словам руководства предприятия, по её окончании в условиях санкций мясокомбинат планирует работать в штатном режиме, придерживаясь своего годового плана – более 100 тысяч голов мелкого рогатого скота и 3-4 тысяч крупного рогатого скота. Помимо баранины здесь будут производить и прочие виды мяса в сотрудничестве с местными фермерами. Также планируется расширение рабочих мест. Об этом и многом другом нам подробнее рассказал заместитель генерального директора по производству Авзагир Гусейнов. Расскажите, как будет работать мясокомбинат после реконструкции в условиях санкций? Санкции, да, с одной стороны, конечно, это очень большие ограничения, как по стройке, по вводу в эксплуатацию, как по производству мяса баранины, но также это ещё большое окно возможностей. Если вы помните, 2014 год, да, было что-то нечто подобное, конечно, в меньшем масштабе, но мы с достоинством всё это прошли, и это был большим стимулом, особенно для сельхозки, для агропромышленного комплекса, это был большой толчок для развития. Сейчас, я думаю, что окно возможностей ещё больше, потому что нас не полностью блокировали, слава богу. Есть дружные нам страны, скажем так, регионы, это Юго-Восточная Азия, это страны Персидского залива, это Турция, это Бразилия, Аргентина, страны Латинской Америки, африканские страны, которые с нами готовы работать, сотрудничать. Поэтому, наверное, сейчас будет, благодаря поддержке государства, различной и финансовой, и административной, наверное, всё-таки будет перестройка логистических цепочек, поставок оборудования, поставок сырья, различных материалов, ну и прочего. Да, сейчас мы столкнулись с подорожанием стройматериалов, с подорожанием, естественно, комплектующих, с подорожанием оборудования. Но в то же время уже мы видим, что многие дилеры, представители, скажем так, тех компаний, которые являются представителем на территории Российской Федерации, находят альтернативные источники, альтернативные каналы логистики с тем, чтобы доставить те комплектующие на завод, на предприятие. У нас группа компаний занимается от поля до прилавка, она вертикально интегрирована, поэтому у нас задействованы все отрасли сельского хозяйства, от растеневодства до эмбриологии, скажем так. Поэтому сейчас мы испытываем некоторые трудности, сложности. Конечно, это всё будем решать, что-то мы решаем, что-то пока в стадии рассмотрения. И видим, что государство сегодня развернулось ещё больше в сторону производственников. Уже есть у правительства Российской Федерации меры, которые будут способствовать развитию, скажем так, крупного бизнеса, среднего бизнеса. И ещё, что самое главное, хотел бы отметить, сегодня большое окно возможностей для тех, кто работал в белую. Потому что практика такая, негативная практика работы не по правилам, она сегодня не позволит этим предприятиям получить господдержку. Потому что кривая отчётность, теневые обороты не могут подать возможности участвовать в программах лизинга, льготного кредитования, получать какие-то субсидии от государства. Поэтому это лишний повод для того, чтобы обелить экономику в том числе, взять на контроль и, соответственно, выплачивать все налоги. Но зато мы получаем от государства встречную помощь. В частности, касается нашей компании, начну с производства баранины. В отличие от других отраслей, баранина на юге России наименее по репродуктологии зависима от экспорта, от импорта. Потому что мы имеем племенные стада, имеем поголовье в частном секторе, в личных подсобных хозяйствах, в товарных хозяйствах, племенных и баранины, как бы мы Россию сможем обеспечить. Но есть риски по кормам, потому что корма, к сожалению, зависит от растеневодства, а там трактора, машины и прочее, прочее снабжение, что может влиять на удорожание кормов. Соответственно, рентабельность производства либо будет падать, либо будет расти цены, что очень негативно скажется на спросе на баранину. И она может превратиться из продукта, который посредневного спроса для кавказцев, в продукт элитарный, если цена на нее будет расти. Плюс влияние на цену могут окажутся, конечно, и рынки зарубежные. Слава богу, рынки Ближнего Востока открыты. Иран сегодня уже объявил, что 10 тысяч тонн баранины готов закупить в России. И Эмираты готовы покупать ее в неограниченном количестве, поэтому экспорт тоже будет давить на цены внутренние, но на то и государство, чтобы регулировать объемы внутреннего потребления и экспорта. В то же время экспортная выручка будет, конечно же, идти в иностранной валюте, которая так необходима сегодня нашему государству. Это касаемо производства баранины. Теперь касаемо переработки. Переработка всегда является вершиной и наиболее, скажем так, высокоретабельным производством. Генератором добавленной стоимости. И сегодняшний проект Домотек, который в Корчево-Черкесии мы реализуем, это проект по производству высокотехнологичного переработки мяса баранины и говядины. Это глубокая разделка, глубокая переработка. Завод сегодня находится в стадии реконструкции. Большая часть, могу сказать, до 90% оборудования уже проплочено. Оно находится либо на заводе на площадке монтируется, либо они находятся в пути. Есть сезонный рост цен, который обусловлен не даже кризисом внешнеполитическим. Это всего лишь сезонное подорожание в связи с тем, что молодняк прошлого года уже весь почти распродан, а молодняк этого года еще не подошел к убойным кондициям. Поэтому сейчас цены на рынке в связи с тем, что предложение мало, а спрос остался прежний, соответственно, цены растут. Но это закон рынка. И вот компания Домотек, как раз-таки мы для чего и говорим, что развиваем репродуктологию, мы хотим нивелировать вот эти волны ценовые с тем, чтобы наш завод работал циклично и без провалов в эти месяцы, март, апрель, начало мая, когда нет еще большого количества кондиционной баранины. Теперь касаемо цен по году. Конечно, самая пиковая низкая цена по рынку будет у нас июль, август, сентябрь, октябрь закупочная. Ну а потом цены потихонечку растут. Я думаю, что в ближайшие годика 2-3, ну 5 лет перспективы, мы дадим возможность, ну в ближайший год-2 дадим возможность фермерам этот инструмент использовать. А в перспективе до 5 лет мы сможем выровнять вот эти все волны ценовые. И это позволит нам и стабильно работать с заводу, стабильно снабжать сети магазинов кондиционным, правильным, чистым и, главное, безопасным продуктом, который будет полностью упакован в правильную упаковку, с правильными сроками, с хорошими сроками годности, с тем, чтобы потребитель мог получить качественный товар за приемлемые деньги. Планируется ли сокращение рабочего штата и понижение заработной платы? Сегодня вообще вопросов о сокращении нет. Работы на комбинате идут, строители работают. То штатное количество людей, которые сегодня присутствуют, оно никуда не сокращается. В отпуска какие-то не отправляются, все работают штатно. Мы планируем, наоборот, сейчас, наверное, уже с апреля, с мая, с конца апреля, в мае месте плавно набирать персонал под уже убойные и перерабатывающие мощности, с тем, чтобы они плавно вкатывались в режим производства. По откормочным площадкам такая же ситуация, мы никого не сокращаем. Наоборот, у нас плавно расширять и расширять производство. Какое мясо вы планируете производить, помимо баранина? У нас мощность завода позволяет нам перерабатывать до не менее 80 голов в сутки, в смену, мясо, убой, осуществлять мясо КРС. Поэтому это тоже, скажем так, большой емкий рынок. Мы готовы сотрудничать и с фермерами, и с личными подсобными хозяйствами в плане приобретения поголовья убойного, готового к убою. Как только завод запустится, будем работать. Рынки сбыта есть, это и внутренний рынок, и экспортные рынки. Какой штат работников у вас на предприятии? В группе компаний Ставропольский фермер, это и Кавказ мясозавод, и откормочные площадки, и наши предприятия в Ставропольском крае, сегодня более 500 человек у нас находятся в штате. И речь о сокращении идет, и, наверное, мы уже в мае месяце будем доходить до 700 и выше. То есть мы, наоборот, растем. Редактор субтитров А.Семкин